Жители ПВЗ и Кирзавода каждый день могут наблюдать картину, когда дым от ТЭЦ-1 закрывает солнце. Целые жилые микрорайоны оказываются во тьме даже в ясный день. И это в географическом центре города. Мрак и сажа покрывают не только вблизи ТЭЦ. Страдают дома рядом с котельными. Нередки случаи выпадения черного снега. Из-за такого соседства ежедневно приходится дышать гарью. Как итог, каждый второй жалуется на проблемы со здоровьем. Уже три инфаркта у меня. Мы вот в 82-м году переехали сюда. Дышать нечем. Задыхаемся из-за сажи. Одно время доктбурники собирали, стояли мешки с сажей. Самое главное, что сажа оседает в горле у детей, у взрослых. У нас большое заболевание горла. И лора как раз врача нет у нас в поликлинике. Приходит периодически там врач. У нас сейчас увеличилось заболевание онкологией. Потому что в два раза по сравнению с республикой. В 18-м году в декабре-ноябре месяце произвели независимую экспертизу. А Роспродоохранная прокуратура, которая заходила на котельную в Загорске, проверяла на наличие предельно допустимых концентраций. Они были в норме. ТГК-14 сегодня смело заявляет о прогрессе. Дескать, уже 20 лет не было такой высокой температуры в системе отопления. Но палка о двух концах. Теперь это еще одна новая причина аварийных отключений. С 90-х годов такого не было никогда. То есть, что держали более 97-98 градусов, такого не было. Сейчас, на сегодняшний день, 108 градусов. Видим уже в связи с этим некоторые проблемы. То есть, у нас много подключений непосредственно от тепломагистрали через полипропилен. То есть, есть такие риски. Уже есть отключения аварийные. С разных сторон города отзывы идут, что да, потеплело. Да, мы чувствуем, что температура в квартирах, батареи даже вон яичницы жарят на батарее. Такие лестные отзывы – это скорее исключение. Аварии начали сотрясать тепломагистрали еще за два месяца до начала зимы. Вот за октябрь месяц, сколько раз вы останавливали сети стальмостов в связи с порывами? За один месяц? Три раза? Порывы? Порыв за порывами? Это вы так готовили сети к отопительному сезону? Чаще всего горожане вынуждены тепло одеваться и все равно мерзнуть. Ну, батарея холодная. Сегодня еще ничего. Вчера вообще не холодно было дома. Абраговать все время включаем. Ну, еще что сказать. И вот одеваетесь, да, я вижу. Ну, тепло сходим. Котенок бегает, а потом остановится и опять начинает бегать, замерзает. Хорошо, что не полная эвакуация города. Тепло электроцентрали требует существенной модернизации. Дальше тянуть нельзя. Во всероссийском антирейтинге Улан-Удэ опять побеждает. Сегодня столица Бурятия. Это единственный несбалансированный с точки зрения электроэнергетики город с населением более 100 тысяч человек в Сибири и на Дальнем Востоке. Цена решения вопроса более 30 миллиардов рублей. Но таких денег нет ни у ТГК-14, ни у бюджета. Возможные последствия уже не скрывают. К этому подталкивает крупная авария систем водоснабжения. Если температуру приведут к перезагрузке, отключению электрооборудования, быстро осуществить переток электрической мощности не удастся. То есть система сольет теплоноситель, чтобы не разморозиться. И соответственно Улан-Удэ придется эвакуировать. Казалось бы, летом улан-удэнцам со стороны ТГК-14 ничего не угрожает. Но лиха беда начала. Десятки фонтанов и гейзеров от свещей теплоснабжения атакует город во время гидравлических испытаний. Труба не выдерживает напор. А прохожие должны лавировать на улицах, рискуя провалиться в ямы. Особенно боятся за детей. Ну это конечно опасно, вдруг проверется, когда мы будем идти и получим травмы, особенно она. Это же если в темноте человек пойдет, освещения не будет, не увидит, естественно, будут последствия, травмы. Очень опасно для здоровья. Кто не рискует провалиться, тот получает вместо горячей вонючую и грязную воду. Нам говорят, ну пускай она пробежит, я говорю, ну извините, так-то на счетчике тоже. Куда убежать-то? Вот она сколько у меня пробежала. Как будто чай на второй раз заварили. Да, вот, представляете, вот даже такая вот у нас история, вот цвет вот такой замечательный. У людей сдают нервы. Потребители тепла и горячей воды все чаще отказываются от услуг ТГК-14. Еще один казус этого года. Батарей нет, а счет за отопление приходит. В судах с ТГК-14 столкнулись и те, кто доказывает, что энергетики отрезали батареи, но платежи присылают. У меня секция на четыре хозяина, это бывшие общежития, да, никогда не было батарей. А оплата за лестничную клетку и за секцию почему-то входит в оплату за отопление. Городское имущество, которое арендует ТГК-14, стоит более 5,5 миллиардов рублей. Арендную плату взимают не только за теплосети, но и за тепловые пункты, подкачивающие станции, 33 улан-удэнские котельные на угле, мазуте, дистопливе, сжиженом газе и электричестве. Теплоэнергетики за все это платят только 2 миллиона в год, хотя оценка в сотни раз больше. Есть независимая оценка, которую проводили в 2017 году Казанский институт, о том, что стоимость аренды годовой должна составлять 315 миллионов в год. Вот эта разница между двумя и 315 миллионами нас очень интересует. Экономии на арендной плате и на подаче воды через шайбы. С конца истекшего года представители управляющей компании включили в обновленную рабочую группу по контролю за качеством теплоэнергетического комплекса «Улан-Удэ». 30 декабря ее председателем избран депутат Гурсовета Сергей Бурдиков. Увидим, удастся ли в наступившем году исправить теплоснабжение города. С одном Ирденеев, Эрдем Гармаев, Константин Гармаев, телекомпания АТВ.